В эфире программа «День города» в студии Алена Гуколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Поваленные деревья и оборванные провода о последствиях вчерашнего урагана в регионе. Проект «Бережливая поликлиника». Что это такое? В автомобильном музее реставрируют полуторку, которую рязанские дайверы подняли с Одноладожского озера. Реализация майских указов президента, перспективы социально-экономического развития области и подготовка к празднованию 80-летия региона. Такие вопросы сегодня обсудили на встрече заместитель уполномоченного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурад Зязиков и исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. В ходе рабочей встречи Мурад Зязиков представил главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева. В его полномочия входит контроль за исполнением указов и иных решений президента страны, соблюдение федерального законодательства в определенных сферах. Также он принимает участие в работе местных властей и взаимодействует с подразделением госорганов. Поваленные деревья, оборванные провода и сорванные с крыш шифер – таковы последствия вчерашнего урагана в Рязанской области. И хотя можно сказать, что нам повезло и стихии затронул наш регион в меньшей степени, чем Москву и Московскую область, об итогах аномального поведения погоды в нашем регионе расскажет Валерий Седов. 29 мая Москву и Подмосковье накрыл мощнейший ураган, сопровождаемый ливнем и ветром, скорость которого достигала 22 метров в секунду. ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы сообщает, что на данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. И это число не окончательное. По всему городу повалены деревья. Их число достигло 3500. Разрушены или повреждены малоархитектурные формы, разбиты рекламные щиты, полностью разрушена пирамида голода на Новорижском шоссе. Более того, сорвана часть крыши Сенатского дворца Кремля, который является рабочей резиденцией президента. Не обошел стороной ураган и Рязанскую область. Гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Ветровыми нагрузками было подвержено районы приокских сетей. Это Касимовский, Клепиковский, Шиловский район. Ну и САСовские сети в лице Ермишинского, Кадамского района тоже подверглись вот этой стихии ветровым нагрузкам, причем там сверх нормативным. Ураган ломал опоры ЛЭП, гнул траверсы и рвал провода. На ликвидацию нарушений электроснабжения были задействованы 30 бригад Рязань Энерго, состоящие из 108 человек и 30 единиц техники. По решению штаба электросетевого комплекса Россетей нам направлены были 12 бригад с граничащих с нами областей. Это Тамбовская и Липецкая. Последствия урагана очень быстро устраняются. Теперь циклон продолжает двигаться дальше. Циклон, принесший разрушение, продолжает смещаться с запада на восток и сегодня уже окажется в предуралье. Ну а погоду нашего региона начнет определять скандинавский антициклон. Поэтому завтра, 31 мая, вероятность осадков мала. Ветер стихнет. В последующие дни вновь активизируются атлантические циклоны. Погода испортится. Ожидаются дожди, местами прогремят грозы. 1 июня ночью еще температура воздуха 10-15, днем 16-21. Но в последующие дни будет значительно понижаться и все больше отклоняться от климатической нормы. И хоть страшный ураган причинил городу и области массу неудобств, последствия его разрушений оказались куда слабее Москвы. Правда, на их устранение также понадобится время. В двух медицинских учреждениях нашего города с начала мая идет внедрение проекта «Бережливая поликлиника». Он был разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Управлением внутренней политики президента и экспертной группой «Росатом». Главной целью данного проекта является повышение удовлетворенности пациентов, доступности и качества медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях России. Как работает этот проект в поликлинике номер 6, узнала Ирина Ковалева. Рязань далеко не первый город в медицинских учреждениях, которого решили запустить проект «Бережливая поликлиника». В этом году он уже был успешно реализован в Ярославской и Калининградской областях, а также в отдельных городах Ставрополя и Петрозаводске. В нашем городе для реализации проекта были выбраны две поликлиники – детская поликлиника номер 7 и шестая взрослая. Работа по реализации проекта идет полным ходом. Для выявления имеющихся в поликлинике номер 6 проблем привлекаются как пациенты, так и сотрудники. В частности, здесь организован сбор предложений по оптимизации работы и обустройству медучреждения. Все эти предложения мы рассматриваем ежедневно. У нас создана рабочая группа, которая рассматривает все эти проблемы и предложения. Все мы их принимаем к рассмотрению, определяем ответственное лицо, определяем сроки реализации. Чтобы взглянуть на проблемы по-новому, были приглашены волонтеры из числа студентов-медиков, которые, сопровождая пациентов на всех этапах посещения поликлиники, выяснили, где и по какой причине чаще всего теряют время посетители. Выявив таким образом главные болевые точки, немедленно началась работа над изменением ситуации. Основной задачей данного проекта является сокращение времени пребывания пациента в поликлинике. Это осуществляется за счет более рационального расположения кабинетов, сокращается время рождения пациентов. Также сокращается время ожидания на прием, так как существует запись на прием к врачу, за счет информатов, которые стоят у нас в холле поликлиники, за счет наличия интернет-портала и колл-центров. Также введена электронная база ведения медицинской документации, в результате чего сокращается работа с бумагами и увеличивается время контакта между больным и непосредственно самим пациентом. Несмотря на то, что со старта проекта «Бережливая поликлиника» прошло не так много времени, пациенты уже ощущают изменения в лучшую сторону. Так, например, Елена пришла сюда с целью пройти диспансеризацию, что она успешно сделала, причем потратив на это минимум времени. Для тех, кто проходит диспансеризацию, выделены отдельные окошки, то есть на кровь. Мне не пришлось долго ждать свои записи. То есть пришла в тот же день и смогла сдать. То же самое с ЭКГ, с плюорографией и с другими анализами. Ну и, соответственно, на следующий день, в тот день, когда мне было удобно, я записалась уже в терапевт, то и пришла сегодня к ней на прием. Работа по созданию комфортной и доступной среды для пациентов в этой поликлинике будет продолжаться и дальше. Ну а мы надеемся, что в скором времени работа всех медицинских учреждений Рязани не будет вызывать нареканий ни у пациентов, ни у самих медицинских работников. Наш канал будет следить за дальнейшей реализацией проекта. В Рязани восстанавливают полуторку. Затонувший автомобиль – один из тех, что перевозили людей и провиант в годы блокады по дороге жизни. В прошлом году обнаружили и достали рязанские дайверы. Но поднять полуторку с глубины Ладожского озера оказалось только началом большого и сложного пути. Уже год автомобиль находится на реставрации. Это весьма специфическая и непростой работой занялись сами дайверы и совместно с сотрудниками Рязанского музея военной и автомобильной техники – восстанавливают раритет. За этот труд они не получат ни денег, ни наград. Личный энтузиазм и патриотический долг – вот что движет группы людей, в руках которых сегодня судьба легендарного автомобиля. Этот автомобиль, который мы сейчас реконструируем, был поднят непосредственно с дороги жизни через Ладожское озеро. И за ним за рулем сидел чей-то, наверное, дед. Остался он жив или не остался. Мы пока исторически не выяснили еще. То есть есть номер двигателя, есть номер шасси. Пытаемся найти того человека, знаем общие списки. Но то, что он шел в сторону Ленинграда и провалился под лед с грузом каким-то, это мы точно достоверно знаем. Из этого рождается легенда. Вся машина сегодня полностью в разобранном состоянии. Скрупулезная работа. Абсолютно каждая деталь будет отреставрирована и доведена до состояния технически пригодного для монтажа. Автомобиль пролежал под водой более 70 лет. Представляете, да? И произошли определенные химические и физические процессы. И, значит, когда мы достали его и попробовали чугун, из которого сделан двигатель, он резался ножом. Чугун резался ножом. А из чугуна сделан двигатель, коробка передач и так далее. И поэтому должны пройти обратные процессы физические по насыщению кислородом чугуна. И только после определенного времени можно приступать к каким-то работам. Кроме финансовых, приходится преодолевать множество других трудностей. Что такое автомобиль 37-го года выпуска, представить сложно. И найти одну запчасть становится порой задачей не из легких. Главная сложность реставрации такой вот машины, которая пролежала 70 лет на дне Лазарьского озера, вернуть металлу первоначальную внешний вид. Очистить, отдраить, затем покрасить. И вот, чтобы уже на выходе деталь имела вот такой вид. Например, за подшипником пусковой рукоятки пришлось ехать в Ленинградскую область. Без этой невзрачной на первый взгляд и небольшой детали не заведется двигатель, и передний мост будет не к чему крепить. Помогли ее достать в деревне Кабона, которую в войну называли «восточными воротами дороги жизни». Именно отсюда, когда-то по неокрепшему льду, отправился в сторону Ленинграда и этот автомобиль. В блокадный город на одной такой машине можно было увезти лишь полторы тонны продуктов. Вывезти с обратным рейса максимум 10 человек. 36 километров льда, который трещит и проваливается. Бомбы рвутся, а у тебя машина чуть сложнее велосипеда. И в таких условиях люди делали по несколько рейсов в сутки. За время войны ушло под лед Ладоги более тысячи таких полуторок. Вот, посмотрите, вот это следующее наше, значит, то, что мы будем делать. Это заднее прицепное устройство. Вот видите, что, в каком он у нас состоянии. На сегодняшний день собрали и полностью отреставрировали шасси, ходовую часть и частично кузов. Кстати, кузов был выполнен из дерева. И после нескольких десятилетий под водой от него остались лишь брус и несколько дощечек. Ну, дерево, сами понимаете, под водой, 70 лет. Из всего того количества дерева на кузове сохранилось только один брус и три дощечки. По-нормальному. Вот мы их в элементы кузова, мы их будем монтировать. И это будет кузов с историей, как в целом и автомобиль. На отреставрированную машину, свидетельство о блокадной эпохе, далеко идущие планы. Она станет не только экспонатом-музеем, но и будет принимать участие в парадах. А еще реставраторы надеются попасть на ней на дорогу жизни и дать раритетному автомобилю шанс участвовать в реконструкции событий блокадного Ленинграда. На чем ездили, как работали, как возили снаряды, как возили патроны, как возили макароны, хлеб. Высажденный город, где люди гибли. Вот такая задача наша. Летний отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья оказался под вопросом. Участок под Кирицами, где располагался лагерь для отдыха таких детей и их родителей, больше не принадлежит организации. И до 1 июня нужно его освободить. Чтобы сохранить лагерь, его можно разобрать, перенести на другой участок и заново собрать. Чем в настоящее время и занимаются добровольцы. Подробности в материале Анны Герцовской. Единственный в регионе лагерь для детей с особенностями в развитии действует на протяжении трех лет. Участниками летних смен становятся в основном подростки с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Воспитанники организации под названием «Свой путь», которая помогает детям-инвалидам. Организация самого процесса жизни в нашем летнем городке строилась таким образом, что мы больше учились жить, встраиваться в жизненное пространство путем различных хозяйственных и бытовых дел, нежели просто развлечений и каких-то обучающих вещей. Потому что для таких детей сам процесс жизнедеятельности и является и образовательным, и развивающим. У участников лагеря есть определенный режим подъем задания. В деревне Зарыдки в Спасском районе, где расположен лагерь, ребята знакомятся с животными, учатся их кормить и приобщаются к обычной деревенской деятельности. Конечно, было время и для досуговой деятельности, для прогулок в лес, на пруд. Художественно-терапевтические занятия проводились, работа с глиной, живопись, хороводы, песни у костра и так далее. Но самым главным делом, которое мы делали, это ферментация иван-чая, который стал нашей даже небольшой такой продукцией. Максимальная смена в лагере 7 дней. В группе не больше 5-6 ребят. Однако в этом году неожиданно для организаторов стало известно, что лагерь должен покинуть участок. Чтобы сохранить возможность проведения летнего отдыха для детей с нарушениями в развитии, организаторы лагеря, добровольцы и активисты решили разобрать и перенести дом на участок, находящийся неподалеку. Одним из передовиков в этом деле оказался руководитель лагеря «Пламенный» и его подопечные. Мы пока там строили, мы попробовали себя в роли строителей, попробовали себя в роли демонтажников и крышу разбирали. На самом деле планы большие, хотим как раз, чтобы общественность обратила на это внимание. Возможно, там вообще сделать такую студенческую стройку, построить им не один дом, а больше. Потому что таких детей, на самом деле, очень много. И они не могут поехать только потому, что нет возможности такой. А им-то нужно что? Почти три стены, небольшое питание и все, и у них уже будет развитие и помощь таким детям. Летняя веранда, кухня, детская площадка и масса других благ – все это предстоит реконструировать или возвести на новом участке. Присоединиться и оказать помощь может каждый. Для этого следует связаться с представителями лагеря «Пламенный». Найти информацию о которых можно в интернете, в том числе в группах в соцсетях. Важна любая помощь для работ на природе. Рязанцы могут с собой захватить перчатки и спортивную одежду. Так вы сможете порадовать детей с особенностями в развитии и внести вклад в их жизни. Ведь этот лагерь единственный в регионе. 80-летний юбилей сегодня мог бы отметить легендарный актер Александр Демьяненко. На его ролях выросло несколько поколений, а фразы знаменитого Шурика давно разлетелись на цитаты. О том, насколько хорошо с творчеством актерам знакомый рязанцы, выясняла Галина Ершова. Скромный интеллигентный юноша, совершающий подвиг. Этот образ плотно закрепился за актером Александром Демьяненко. Однако по имени легенду советского кино знают далеко не все. 30 мая Александр Демьяненко мог бы отметить 80-летний юбилей. Он пробовал играть в театре, но настоящее признание и удовольствие от работы получал именно на съемочной площадке. Свою первую роль актер сыграл еще на втором курсе ГИТИСа. Молодого человека пригласили на роль Мити в картину «Ветер». В общей сложности он снялся более чем в семи десятках картин. Однако в сердцах зрителей Александр навсегда остался Шуриком. Главным героем цикла юмористических фильмов Леонида Гайдая «Невероятные истории». Впервые на экране я его увидела еще в раннем детстве, когда шел сериал «Перед Новым годом». Иван Васильевич меняет профессию, один из моих самых любимых. Карьера Димы Горина, насколько я помню. Операции. Получение Шурика, наверное. А еще вот не помню. А, операции пустыни на получение Шулька, да, все. Надо, Федя, надо. Ну, из этого фильма в основном все, наверное. «Кавказская пленница». Птичку жалко. Вот этот был мне только. И все. Жалко птичку. А, да-да-да, вот «Кавказская пленница». Ну, опять же, Иван Васильевич, и кильками в наш век на травице гораздо легче, нежели водкой. Так что пейте смело. Как правило, под Новый год эти фильмы сюда показывают. Есть желание пересматривать их снова и снова. Специально для цикла «Жгучему брюнету» пришлось перекраситься в платинового блондина. Однако яркий образ так полюбился людям, что Александр Демьяненко стал его заложником. Новых ролей ему практически не предлагали. Поэтому Александр с головой ушел в озвучание и дубляж иностранных фильмов. Его голосом заговорили герои Жанна Поля Белимондо и Роберта Де Ниро, а также герои диснеевских мультфильмов. Среди них «Зевс из Геркулеса», «Император Китая» из «Мулан», «Профессор Портер» из «Тарзана». Услышать знакомые нотки можно и в голливудских фильмах, таких как «Враг государства», «Армагеддон», «Мой любимый марсианин» и многих других. В 1991 году Александр Демьяненко стал народным артистом России. А памятник актеру установлен всего в двух городах – Краснодаре и Рязани. И на обеих скульптурных группах он непринужденно заглядывает в конспект лилочки. Рязанские полицейские стали триумфаторами 11-го Кубка президента России по самбо. Андрей Волков и Гагик Закарян привели сборную МВД России к победе. Состязания прошли в московских лужниках. В командных соревнованиях, прошедших в Москве в Олимпийском комплексе «Лужники», приняли участие военнослужащие и полицейские сильнейшие самбисты России, неоднократные чемпиона мира и Европы, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. Соревновались за главный приз Кубок президента России сборные по самбо шести силовых ведомств страны «Динамо-24», МВД России, Росгвардии, ВСИН России, МЧС России и ВДВ Минобороны России. Команда МВД впервые завоевала золото на этих престижных соревнованиях. За сборную блестяще выступили рязанские полицейские, мастер спорта международного класса Андрей Волков и мастер спорта Гагик Закарян. Подготовился нормально, отборолся, все схватки, выиграл хорошим счетом, 8-0, нормально. Это не первые высокие достижения сотрудников рязанской полиции. Капитан полиции Андрей Волков – неоднократный призер чемпионатов МВД России и мира, а недавно он стал призером международного турнира под зюдо «Большой шлем». Младший сержант полиции Гагик Закарян завоевал золото на первенстве России по самбо в 2016 году, первенстве мира по самбо в 2017 году и на первенстве России по дзюдо в 2017. Со спортом, равно как и с полицией, молодой человек теперь навеки. Во-первых, я не буду останавливаться на своих достижениях, буду совмещать и работу, и спорт, стараться буду все делать так, чтобы было лучше себе и другим. При поддержке руководства МВД России по Рязанской области рязанцы успешно сочетают регулярные тренировки и службу в полиции. Капитан полиции Андрей Волков, участковый и полномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России Касимовский, младший сержант полиции Гагик Закарян, постовой полицейский в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции у МВД России по Рязанской области. Оба спортсмена занимаются борьбой с детством и за эти годы так воспитали свои волевые качества и собранность, что им любые задачи по плечу. Тем более, что уверенные борцовские навыки – хорошее подспорье в полицейской службе, если понадобится провести задержание нарушителя или преступника. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте – город62.тв. Мы желаем вам хорошего продолжения вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова